так всем привет всем привет а мы сейчас ждем пару минут пока народ подтянется пока youtube поймет что мы в эфире и сегодня у нас в гостях сегодня у нас в эфире команда смирного скулл в полном составе полном составе стрима смирного скул да пока ждем видимо нет не появляется так но как только он появится ребята напишите в комментариях как у нас дела с картинкой со звуком надеюсь что у нас все хорошо не хочет появляться трансляции да вот все мы в эфире отлично отлично хопа заработала привет видно слышно так всем привет сегодня в эфире команда смирного скул и и сегодня помимо меня в эфире с нами великий ужасный саша труфанов всем привет не такой ужасный это я саспенсу нагоняю ну куда без этого так а сегодня трансляция у нас будет идти только на ютубе поэтому ну чтобы у нас ничего не сломалось как прошлый раз так пока народ подтягивается я сразу скажу что за предыдущий стрим не переживайте он уже у меня смонтирован и сегодня завтра появится на канале так что без паники все будет расскажите как у вас настроение саша как настроение на то меня у меня хорошие отлично вечерние воскресное настроение погода нормальная все отлично так я думаю что принципе можем уже так потихоньку начинать да начнем наверно с того во первых запускаем у нас да сегодня небольшой дисклеймер саша записал процесс работы своей да я могу рассказать я решил сыграть хитрого парня и заранее записал но на самом деле дело в том что мне очень трудно разговаривать и работать одновременно я все еще не научился этому поэтому решил для наиболее оптимального процесса взаимодействия сделать такую твист то есть вроде что-то на картинке мелькает и я смогу нормально адекватно отвечать вот наверно да финализация лайнер заливки ничего особенного вот давай тогда потихоньку начнем расскажи немного о себе кто таков чем знаменитый как ты пришел в индустрию ну как уже сказали да из названия стрима меня зовут саша и я работаю как концепт-художник и в игровой индустрии примерно не примерно с 9 года как закончил институт и работал в таких компаниях как mailruna skyforge game inside guns of boom и еще парочка ненансированных проектов сотрудничал с ubisoft и epic games вот в принципе это все сейчас я взял небольшую паузу и отдыхаю просто внеплановый отпуск без определенных дат вот так ну и расскажи немного о том как ты в общем-то решил начал рисовать во первых и как ты решил пришел к тому что ты будешь работать в гендеве и немножко наверное задач свою о задачах которые ты решаешь работу хорошо как я уже сказал в гендеме с 9 года ровно почти почти ну ровно до после окончания института где-то на четвертом курсе я начал рисовать то есть не могу сказать что типа вот я рисовал с детства ходил в художку у меня художественное образование образование нет ничего этого у меня нету но если не считать курсов у частных преподавателей на к сожалению в детстве я рисовал не больше чем все дети и вообще лет до 20 не думал что вообще как-то с этим свяжу свою жизнь в будущем но на четвертом курсе я записался на курсы цифровой обработки фотоизображений где нам преподавали фотошоп и какие-то его базовые штуки собственно и там меня как-то потихоньку начало затягивать мне мне было неинтересно двигать слайдеры просто типа цветокоррекцию я понял что мне интересно и я начал что-то там подрисовывать для на фотках для начала и там коллажить трансформить и потом со временем я даже уже начал забывать в моей памяти это случилось как-то рандомно я один раз сел и решил срисовать картинку и с этого все пошло я поначалу я срисовал картинки думал типа ну и все это недостаточно потом я начал срисовывать концепты кингс баунти тогда еще вышло самое первое от катаврии блин не ошибиться в общем в общем от наших ребят кингс баунти первое и я срисовывал книг концепты потом ну понятно параллельно этому я думал вот все типа круто там академ нафиг все мне отлично потом потихоньку я понял что блин что-то как-то без базы хреново и нужно как-то что-то делать в итоге нашел студию и начал ходить к преподавателю сначала это была одна студия потом я ходил в строгановку в группу вечернюю потом еще я учился скримску ли учился у вани смирновску тоже частные уроки еще у разных крутанов брал ну как то вот так вот вот все мое образование но вот так вот потихоньку складывалось да и в принципе я как бы и сейчас учусь и не считаю что я как-то там закончил обучение мне кажется этому всю жизнь можно учиться и все и все равно не выучишь вот и собственно как я закончилась тут сразу начал искать работу и нашел не сразу через пять месяцев тогда это был студент зал ментал пейс и мы сотрудничали очень плотно с китайскими ребятами и выпускали и локализировали да и пускали их игрушки ну то есть где-то в течение года я по сути занимался тем что рисовал сайты баннеры коллажил какие-то картинки дорисовывал либо перерисовывал под текущие другие задачи собственно и проработав где-то 22 года почти да в ментале я перешел в мл на skyforge собственно где и началась действительно такая концептуальная работа вот и последние три года я работал в гейман сайте как ведущий концепт художник то есть моя задача сходила не сколько создание непосредственно какого-то контента сколько управление арт отделом контроль выполнение сопровождение фидбэки постановка задачи иногда разработка какой-то документации под игру генерации идеи под какие-то компенды ну такая типа ледовская работа вот ну и параллельно я сейчас стараюсь делать для своего проекта какие-то штуки развивать его по возможности вот как-то такой какой-то путь да мы про проект и про инсту с работами поговорим ребята обязательно чуть попозже ну в комментариях спрашивают уже интересно расскажи пожалуйста ну не секрет что за последние несколько лет планка вхождения в индустрии она намного выросла в том числе и благодаря курсам как арт-директор как человек который руководит арт командой ты бы взял себя на работу с портфолио с которым ты устроился тогда тогда первый раз слушай ну положа руку на сердце на самом деле нет у меня было достаточно слабое портфолио и та команда ребят из которых состояла компания тоже были не очень мы все учились начиная от президента серверного программиста заканчивая гейм-дизайнерами мы все были новичками среднячками и собственно папа поэтому порог хождения в принципе был невысокий пришел в такую компанию которая развивается молодая да сейчас конечно требования меняются изменились и они продолжают меняться типа планка растет и так я я наверное себя бы не взял вот но я считаю что мне в тот момент повезло попасть и все условия были для прокачки вот я ответил на этот вопрос нет я бы не взял а можешь сказать на что бы ты ну вот гипотетический соискатель приходит на работу и вот как человек который руководит арт командой в том числе осматривает портфолио на что сейчас ты обращаешь внимание ну я обращал внимание да я сейчас уже не работаю но да 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 чтобы не путать людей ну все зависит от того на какую должность Сыскатель подает заявление То есть если это Концептуальный дизайн Концептарт То конечно в первую очередь Я смотрю на то Как человек думает Потому что Самое важное для этой должности Это то как ты думаешь Не то как ты круто можешь Рендерить или рисовать А твой ход мыслей Как ты генерируешь идеи Как ты их развиваешь Как идет ход твоей работы Потому что я встречал людей Допустим Вася X Человек круто рендерит Но в плане Креатива Есть проблемы И есть другая крайность У Паши Очень слабый рендер Страдает Построение Но у него очень классно работает голова То есть классные идеи Классных развивает Хорошо продумывает Логические составляющие И Паша очень крутой концепт Художник И не важно что он там Не умеет круто рендерить От него это не требуется От него требуется Развитие И Доведение до финала идеи Собственно Доведение до финала Не означает Супер рендер Да Довести до финала Можно лайн артом и заливками Вот Поэтому для концепта художника Очень важно показать В портфеле То как вы думаете То есть Через Варианты скетчей Да Через поиск Карту референсов Которые вы использовали То есть Такой Достаточно Большой набор Картиночек Не просто финал Да Вот Я круто нарисовал Это мало скажет Она может сказать Но Гораздо информативнее Когда человек прикладывает Все этапы разработки И Благодаря этому Действительно можно Отследить Как человек думал Если это Например Позиция Иллюстратора Промо-артиста То конечно Смотришь на то Как человек Красиво рисует Потому что В принципе Мега Концептуальных Дизайнерских Навыках От него Не требуется От него нужно Красиво Классно рисовать Но это не значит Что иллюстратор Не думает Да У иллюстратора Мыслительные процессы Работают С другой стороны Да Там Композиция Как рассказать Историю Лучше всего То есть Это Не значит Что Это Действительно Разные Области И В каждой из них Думаешь О своих вещах Да Но Когда ты И так И так Можешь И Это конечно Круто Вот Поэтому Все важно От того На какую должность Вы подаете Заявление И На это Собственно И смотрят Ну и конечно И там И там Очень важна Презентация То есть Как вы Подаете И продаете Свою работу Потому что У меня Был случай Реальный К нам Делали тестовые Ребята Условно Там Три человека Да С точки зрения Концептуального Дизайна Все три работы Были Очень сильные Хорошие Но Один человек Отпал сразу Только потому Что Он Не потрудился Оформить Должным образом Остальные Два чувака Да Посидели Потратили время Оформили Подписали Все красиво И На первом На первой же Итерации Отбора Первый чувак Отпал Только потому Что его работа Выглядела Непрезентабельно Вот и все Поэтому О презентации О том Как выглядит То что вы сделали Оно Очень важно Тоже об этом думать И Не скипать Этот момент Вот Я надеюсь Ответил Я в принципе Сказал Все что Хотел Да А ты можешь Как раз Раз уж мы В общем затронули Эту тему Рассказать Чуть подробнее О том Как презентовать Свою работу И про то Какие ошибки Совершают Часто соискатели Ну и Студенты Ты говорил о том Что есть какой-то Пул ошибок Которые Вот прям Ну уже Бесят Вот расскажи Пожалуйста Как их избежать Прям Бесят Неправильное Слово Но Хорошо Я попытаюсь На самом деле Самым лучшим Способом Будет Пойти На какой-нибудь Беханс И посмотреть Как Презентуют Свою работу Графические Дизайнеры То есть Это Те люди Которые Львиную Долю жизни Угробили На то Чтобы Угробили Некрасиво Слово На то Чтобы Научиться Правильно Презентовать Свою работу И типа Давайте учиться У них Перенимать Их там Драгоценный Многолетний Опыт Вот Я На Бехансе Вдохновляюсь То есть Смотрю Как Презентуют Какие-то Рекламные Продукты Какие-то Другие Вещи Ну и Смотрю На то Как делают Другие Художники Тоже Как Свои Презентуют Работы Я Не могу Сказать Что я Мастер Презентации Я сам Сейчас Активно В этом Разбираюсь И Прокачиваю Себя В этом Направлении Смотрите На Успешных Чуваков Как они Презентуют Делают Сработы Но В любом Случае Да Это Аккуратность Как минимум То есть Концепт Персонажа Древесного Эльфа Аккуратно Подписали Тематику Составили Карту Референсов Аккуратно Второй Лист Может быть Это Поиски Вариантов Нумерация Я точно скажу Что нумерация Очень важна Потому что Очень часто Студент Делает Вариантов Двенадцать И вообще Их не нумеруют И ты потом Такой смотришь Ну ладно Окей Мне это понятно Но представьте У нас На работе Очень часто Была ситуация Мы сидим В комнате Перед большим Монитором Перед нами Варианты И мы Обсуждаем их И когда Они не Пронумерованы Очень трудно То есть Так казалось бы Супер Мелкий И минорный Момент Но он Реально Важен Вот Поэтому Нумеровать Свои Варианты То есть Не все Нумеруют Вот И Ну как бы Тут банальная Аккуратность Да То есть Все это Аккуратно Расположил В листе Как бы Особые Супер Мега Навыки Композиции Не нужны Чтобы примерно Там Отцентровать Какой-то Бэкграунд Сделать Там Нейтральный Серый Потому что Не часто Да Очень редко Но встречается Студент Там Сделают Какой-нибудь Персонаж И Сзади Какой-нибудь Едкий Кислотный Темный Фон И сам Персонаж Еще Темный И ты Такой Ничего Не видно То есть Простое Правило Как оно Называется Я забыл В общем Не суть Светлый Персонаж На темном Фоне Темный Персонаж На светлом Фоне Но Лучше всего Конечно Фон Использовать Нейтральный Правило Шахматной Доски Ну Правило Да Давай Правило Шахматной Доски По-моему Экспозиция Ну В общем Не суть Важная Я думаю Все поняли То есть Создать Создать Какие-то Контрасты Вот У меня Например Сейчас Есть прям Шаблон На оформление Своих Работ У меня Там Светлый Фон Я Поэтому Заранее Знаю Что Персонажей Надо Чуть-чуть Перетемнить Потому что Светлое На светлом Будет смотреться Не очень Хорошо Вот Поэтому Наверное Резюмирую Ответ Как научиться Правильно Оформлять Смотреть Смотрите В первую очередь Какие-то Классные Графические Презентации Либо Работы Каких-то Других Художников Которые Классно Презентуют Типа Увидели Что-то Нарсешне Вау Классно Презентовано Типа Почему Мне это Понравилось Потому что Здесь Вот такие Сноски Взяли Воспользовались Сделали По аналогии Либо Доразвили Идею Что-то Еще Скомбинировали То есть Не нужно Сидеть Себя И мучить Так Я должен Придумать Супер Крутую Супер Крутое Оформление Что же Мне сделать Нет Как бы Из головы Выдавливать Не надо Скорее всего Ничего Не получится Нужно Просто Пойти И Смотреть Как это Делают Другие Ребята Анализировать И Перенимать Положительные Стороны Отбрасывая Отрицательные Вот Это Будет Самый Верный Способ Конкретно Каких-то Рецептов Я не Дам Просто Будьте Аккуратными Подписывайте Что вы Имеете Ввиду Нумеру Нумеру То есть Какие-то Такие Супер Базовые Понятия Для меня Они очевидны Для кого-то Может быть Не очевидно Вот Наверное Наверное Так Как-то Я отвечу И Про Самые Частые Ошибки Самые Частые Ошибки В оформлении Ты имеешь Ввиду Я не про Оформление Я уже Мы так Немножко Мы так Плавно Переходим Самые Основные Ошибки Начинающих Студентов Но Их на самом Деле Всего Их Две Но Они Очень Большие Первое Я Веду В рамках Смирновского Курс Концепт Дизайн Персонажа Левел 1 Поэтому Я буду Говорить Только За этот Курс И За свои Потоки Частая Проблема Когда Я Должен Чуть Чуть Небольшое Вступление Дизайн Для меня Дизайн Это Решение Задачи Непосредственно Есть Задача Можно Оценивать Дизайн Если Нет Задачи Дизайн Оценивать Очень Трудно Какой Он Был Объективно Субъективно Хороший Плохой Я Вообще Склонен Считать Что Не бывает Плохого Дизайна Есть Плохо Решенная Задача Вот И Соответственно Без Задачи Без Постановки Очень Трудно Что-то Делать Так как Дизайн Это Решение Задачи Решение Проблемы То есть Если Не обозначена Проблема То что Собственно Вы собираетесь Решать Непонятно Поэтому Отсюда Вытекает Первая Очень часто Встречающая Проблема Ребята Частенько Скипают Момент Постановки Задачи Либо Относятся К нему Недостаточно Серьезно И Получается Не допродумывают Идею Не допродумывают Как бы Проблему Которую Они собираются Решить То есть Ну Грубо говоря Да Я нарисую То есть Представьте В голове себе Яростный Варвар Нарисуйте Мне яростного Варвара То есть Я уверен Что у каждого В голове Сейчас Нарисовался Какой-то Образ Давайте Типа Сделаем Задачу Поточнее Яростный Кровавый Варвар Берсерк Поклоняющийся Богу Крови Или Яростный Нордический Варвар Бегающий По курганам И убивающий Нежить Или Яростный Лесной Варвар Убивец Демонов Да То есть Это уже Три Варвара И они Разные Да То есть Понимаете Да То есть Чуть-чуть Поподробнее Уже Задача Становится Понятней Типа Абстрактно Яростный Варвар Ну он Может быть Разный Поэтому Я Всегда За Максимальное Уточнение Задачи И Даже За То Чтобы Написать Какую-нибудь Небольшую Историю Для персонажа Я Ну ладно Это потом Вот И это Первый момент То есть Скажу так Блин Я все время Слова Последнее Время Забываю В общем Недостаточно Внимательный Подход К постановке Задачи Недостаточно Серьезный Это Первый Момент Второй Момент Это Использование Рефов Возможно Я Повторюсь И не Открою Никую Тайну Но Да С этим Тоже Есть Проблема Почему-то Этот Момент Тоже Не Воспринимается Как-то Очень Серьезно Хотя Референсы В работе Я Говорю За концепт Художника Очень важны То есть Мы Черпим Оттуда Кучу Информации Мы Работаем Серьезами Но Собственно Без них Вообще Невозможно Работать Я Не буду Говорить Гриша В своем Стриме Очень По-моему Хорошо Расписал Как работает Мозг Я не буду Повторяться Но Смысл В том Что Это Либо Комбинация Либо интерпретирование Либо По-моему Трансформация В общем Не суть В общем Концепт Художник Это Некий Комбинатор Грубо говоря Потому что Так работает Мозг Поэтому В общем Если так Говорить Коротко То Крутона От начинающего Отличает Количество И качество Используемого Референсного Материала Ну и Конечно Очень важно Уметь Анализировать Рефы Это Такое Отдельное Умение Которое Тоже Сразу Не схватишь Ну Я могу Я как бы Про себя Говорю Да Вот Поэтому Референс Использование Рефов И Использование Не использование А постановка Задач Это Вот Два Супер Важных Поинта Для Спешного Концептуального Дизайна На мой взгляд Вот И Это Такие Две Проблемы Которые Действительно Есть И Которые Нужно Решать Относиться К этому Более Серьезно Ну Если мы Говорим Про Людей Которые Хотят Стать Концептуальными Дизайнерами Концентартистами Неважно То есть Вот Так Там Сразу Есть Пару Точняющих Вопросов Вот Во-первых Во-первых Насколько Нужно Давать Себе Конкретику При Работе С концептами Потому Что Бывает Такая Ситуация Когда Есть Заказчик Он Раз Два Опишет Персонажа Но Он Не особо Разбирается В этом И поэтому Не может Нафантазировать Если Заказчик Не дает Конкретики Что делать Тут Важно Выяснить Почему Он Не дает Конкретики Бывает Когда Он Хочет Этой Конкретики От 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 Вас И Он Действительно Дает Волю Воображение Бывает Что Знаете Как Собачка Я понимаю Но Не могу Объяснить У меня В голове Нарисуй Ты же Художник Я рекомендую Таких Заказчиков Сбегать Которые Что-то Там В голове Держат И ты Должен Угадать Этот образ Поймать Его И пока Ты не Поймаешь Ты будешь Переделывать Это очень больно И Это Очень сильно Дамажит Потому что Ты реально Не понимаешь Что надо Делать Ну Повторюсь Да Заказчики Ситуации Разные И тут В первую очередь Нужно Понять Почему Заказчик Не дает Более Подробной Информации И мне Кажется Просто Можно Как бы Поговорить С ним И Типа Просто Начать Задавать Наводящие Вопросы Типа А вот Смотри Ты хочешь Эльфа А где Эльфы Живут А какая У них Будет Механика Они будут Нашими Врагами Или Они будут Нашими Друзьями Или Это просто НПС Которые Стоят В городе Или Они Охраняют Город Где Они Живут На дереве Под землей Они Кочевые Народы Какие Они По ощущениям Должны Быть Злые Добрые Восточные Магические То есть Вы Сами Можете Помогать Заказчику Ну Как бы Заказчик Не художник И Очень часто Действительно Он Как бы Просто Не знает Как Поставить Правильную Задачу И Мне кажется Наша роль Как концепт Художников В данной Ситуации Помочь Заказчику Понять Что он Хочет Словами Вербально Либо Референсами Очень часто Не обязательно Кидаться И рисовать Можно собрать Три подборки Рефов На разные Направления Вот тебе Эльфы Демонологи Вот тебе Эльфы Морские Жители Вот тебе Эльфы Лесные Жители Просто на уровне Референсов И каких-то Уже Картинок Других Из интернета Типа Бат Собрал Вот ощущение Типа Это то Не то И обычно На этом этапе Очень много Можно Уже Решить Определить Для себя Поэтому Для концепт-художника Мне кажется Очень важно В том числе Задавать вопросы Собирать информацию То есть Концепт-художник Это человек Который Собирает информацию В первую очередь Чтобы Что-то Что-то сделать Типа Эй Концепт-художник Иди сюда Нарисуй мне Яростного воина Окей И пошел Рисовать Нет Так не надо Я За то Чтобы Опросить Максимальное Количество Людей И Собрать Как можно Больше информации Там Сходить К 3D Шникам Как они Это видят Спросить У аниматоров Спросить У геймдизайнеров Типа Спросить У арт-директора Что он думает Типа Просто Как бы Пару минут Обсудить Поспрашивать Собрать мнение На самом деле Частенько Это очень Экономит Время Но Это если Мы говорим Про офис Если Удаленно То Да Задавать вопросы Я Я постоянно Так делаю То есть Типа Что вы хотите От меня В каком виде В каком количестве Кто это Что это И Пару раз Доходит До такого Что Прежде чем Что-то взять Я там 8-10 писем Туда-обратно В течение 3-4 дней Перешлю Чтобы Просто Выяснить Задачу Может быть Люди Правда Просто Не умеют Ставить задачи Как бы Что на них Клеймо Ставить Бывает Я встречал Ситуации Когда Встречаются Негативные Чуваки В плане Ты же художник Нарисуй Я не знаю Угадай Что у меня В голове Мне мои Нервные клетки Дороже Я Когда Понимаю Что Человек Такой Я стараюсь Просто С ним не работать Ну Зачем Вот Поэтому Сдавайте Вопросы Сдавайте Наводящие Вопросы Если вам Что-то Непонятно Переспрашивайте Не бойтесь Выглядеть Дураками Дураками Вы будете Выглядеть Тогда Когда Сделаете Не то Что Нужно Это Цитата Не помню Откуда Мне она Очень понравилась Вот Поэтому Я считаю Это самый верный Путь Если Заказчик Не формирует Достаточно Внятное ТЗ То Надо Спрашивать Иногда Встречаются Классные Чуваки Которые Там Прям Распишут Вам Всю историю Еще Рефы Подкинут Ну Тогда Действительно Как бы Все понятно Иногда От вас Хотят Креатив Типа Сделай Мне там Несколько Вариантов Вот Таких Я Не знаю Что Я хочу В итоге Я думаю Там О Таких Вещах Типа Окей Сделаем Наброски Посмотрим Выберем Тоже Абсолютно Нормальная Ситуация В общем Я За диалог Типа Обратная Связь В обе Стороны И Типа Решать Вербально Какие-то Непонятные Моменты Мне кажется Это Самое Правильное Вот Ну Как бы Говорить Мы все Умеем Поэтому Это Самое Легкое Так Окей Есть Еще Вопрос От того Человека Но Уже касательно Рефов Художника Начинающего От продолжающего Отличает Количество И качество Рефов Вот Как Понять Сколько Рефов Тебе Нужно Потому Что Кто-то Пишет Что Рефов Должно Быть Не Больше Шести Штук Кто-то Пишет Что Должно Быть Их Много Вот На И Мне 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 Примерно На Мне Нужен Какой-нибудь Реф На Складки Одежды Я Хочу Реф На Цветовую Палитру Возможно На Портретную Область Типа Анатомия Лица Еще Что-то То есть Сколько Нужно Рефов Вам Вы Определяете Сами Я Придерживаюсь Позиции Что Не должно Остаться Недосказанных Моментов То есть вот у меня в концепте остался момент, там, сумка, и я, типа, не знаю, как ее нарисовать, или я, типа, понимаю, что я вдумываю из головы, и такой, ага, надо взять реф на сумку, типа, то есть не нужно, там, миллион рефов, или, там, я не должен набрать больше четырех рефов, вот четыре или меньше, не, ребят, типа, берите, то есть каждый реф, смотрите, Каждый реф это какая-то информация, то есть вы должны понимать, что вы хотите взять с конкретного рефа, вот я, например, раньше часто набирал, там, портянки по 20, по 30 референсов, и порой просто пихал, типа, о, ну, клево, может пригодится, вот это не очень хорошо, на самом деле, каждая картинка в реф-листе, вы должны понимать, зачем вы ее туда положили, Вот эта картинка на анатомию, вот эта картинка на кисти, вот эта картинка на цвет, вот эта картинка на материал, вот эта картинка на работу формы, вот эта картинка, там, на лайн-арт То есть, когда вы четко отдаете себе отчет в том, какой референс, какую задачу решает в вашем рефлисте, то, мне кажется, отпадает вопрос в том, сколько мне нужно набрать рефов. Вам самим становится понятно, на что вам нужны рефы еще или они не нужны. То есть, давайте перефразирую и скажу так, неважно сколько рефов, важно осознанно и вдумчиво их собирать. То есть, каждый реф должен решать какую-то задачу. То есть, он в рефлисте не просто так, а он для чего-то. И вот когда мы понимаем, для чего каждый референс в моем рефлисте, тогда я уже могу реально оценивать, на что мне нужен рефлист, на что мне еще нужно референс докинуть, на что мне не нужно. Поэтому тут сугубо все индивидуально. Для каких-то задач мне хватает трех рефлистов. Для каких-то я там 10-12 могу собрать. То есть, мне кажется, не нужно зацикливаться на этом. То есть, плюс тут же очень много вводных данных, опыт, насмотренность, тематика. То есть, кто-то может гномов рисовать с закрытыми глазами уже, им типа рефы не нужны. Я вот, например, если сяду рисовать гнома, я типа вообще в гномах мало чего понимаю, мне понадобится очень много рефов. Как другие чуваки рисовали гномов, какая у них анатомия, как решается шейп, как решаются пропорции. То есть, мне понадобится очень много рефов. Но если брать условно какого-нибудь там, не знаю, робота, мне даже как бы на механизмы не надо, по сути, много рефов собирать. Я уже столько зарисовал, что могу почти с закрытыми глазами что-то сделать. Поэтому, мне кажется, это не предмет для спора, сколько конкретно нужно рефов. Берите столько, сколько считаете нужным. Самое главное, чтобы вы понимали, для чего конкретный реф в вашем рефлисте. То есть, он должен решать какую-то задачу. А не просто он здесь потому, что классная картинка, может пригодиться, не знаю. То есть, вот такие лучше сразу выкидывать. Если, типа, вы не можете ответить на вопрос, для чего вот этот реф, как он вам поможет улучшить вашу работу, то просто смело выкидывайте. Плюс, если, например, это какая-то сложная задача на концепт-дизайн, там, не знаю, босса, да, там, у которого VFX, у которого там 5 стадий развития, то понятно, что рефлист может там и до 50 картинок разрастаться. Нет, это абсолютно индивидуально и зависит от очень многих факторов. Я топлю самое главное за то, чтобы рефлист собирался осознанно. Чтобы человек понимал, для чего он там прикрепил картинку. То есть, как она ему поможет. Вот. И, наверное, то есть, да, про объем это я, возможно, не очень корректно выразился. Давайте не привязываться к этой фразе. А по поводу качества, это то, как вы анализируете. Понятно, что более опытный художник с рефа возьмет гораздо больше информации, чем новичок. И это не секрет. И именно поэтому я считаю, что анализировать рефы тоже нужно учиться. Типа, смотреть на них, нравится, не нравится, почему вам нравится этот реф, да. Типа, какие ощущения у вас возникают при просмотре этого референса. Типа, почему, за счет чего возникают такие ощущения. То есть, за счет каких деталей, какая цветовая композиция. То есть, пытаться, то есть, для меня это, знаете, такой вопрос в почемучку. Типа, а почему? А почему этот концепт крутой? Ну, потому что в нем классная работа формы. А почему? А как художник сорганизовал эту работу формы? Типа, классный цвет. А почему классный? А потому что всего три цвета. И определенные пропорции взяты. Типа, а почему он так сделал? А почему он здесь сделал красный, а не зеленый? Типа, а почему здесь светлый, а не темный? То есть, вот таким образом происходит анализ. Вы разбираете реф до основания, то есть, по кусочкам. То есть, ну, что такое анализ? Анализ это, по сути, декомпозиция. То есть, это разбор на составляющие. И этими составляющими могут быть там все что угодно. Лайн-арт, форма, силуэт, цвет, ритмы. И очень важно, когда вы видите классную картинку, классный, типа, там, дизайн, иллюстрация, типа, о, круто, мне нравится. Очень важно начать задавать себе вопрос, там, почему мне это нравится, почему это классно. И даже если эта информация в данный момент как-то не будет использоваться, то она осядет в мозгу, и в нужный момент она всплывет. Да, типа, а как работают тут материалы, типа, а вот тут там ржавый металл, потертый металл, новый металл, типа, в общем, достаточно обширная тема. И именно по этой причине в рамках нашей школы Гриша сделал замечательный курс по референции драфты, где, собственно, ребят на протяжении четырех лекций как раз учат анализировать рефы, разбирать их и, собственно, применять новые навыки в работе. То есть, это целый предмет для изучения. Я ответил на вопрос? Да, да. Да, отлично. Ребята, я, да, напоминаю, что вопросы, которые вы хотели бы задать, можете писать в комментариях, я комментарии отслеживаю, если что, обязательно задам. Очень мне нравится в комментариях шутка про «Я спросила Ясеня, как должен выглядеть мой концепт», а Ясень, видимо, не ответил мне. Так, и еще там был интересный вопрос, возможно, он немножко выбивается из общей темы, но вопрос, собственно, по портфолио. Сколько надо работ и на что делать упор, на количество или на качество? Ну, я сторонник того, чтобы… ну, понимаете, тут опять же все зависит от цели. Если вы… хотите ли вы найти работу, или вы хотите собрать побольше лайкосиков на R-стейшене, или вы просто хотите попиариться. То есть, опять же, нужно давать себе отчет, что вы хотите этим портфолио. Ну, например, если вы ищете работу, если вы новичок, если вы только вышли после, там, какого-нибудь института, и вам важно, не важно, как бы, как, какую, но найти работу в Гиндэве. То я, например, за вариант, чем больше и разноплановее будут работы в портфолио, тем быстрее вы найдете работу, действительно. Типа там пропсы, инвайроменты, концепты. Ну, если это история, направленная на как можно быстрее найти какую-либо работу, ну, просто попасть в Гиндэв. То есть, понятно, что если у вас портфель разносторонний, то и, как бы, скорость хождения будет чуть выше, чем если бы у человека, там, заполненный портфолио только персонажем, например. Вот, если вы чуть опытнее, да, и уже, там, с опытом, со стажем, и вы уже определились, что вы хотите делать, там, вам нравится инвайромент, да, типа, вы хотите заниматься инвайроментом, вы хотите развиваться в этом направлении, то, конечно, нужно забивать портфель инвайроментом. И мне кажется, когда уже есть какой-то опыт, то нужно напирать не на количество, а на качество. То есть, загружать только, там, качественные, классные, проработанные работы. Простите за тавтологию. Вот, если цель собрать, там, не знаю, просто попиариться, там, напомнить о своем существовании, то, ну, тут обычно люди заливают все, что угодно. Вот, я сделал, там, почеркушку, вот, я сделал скетч. То есть, тут все зависит от целей. Можно, например, затачивать свое портфолио под конкретной компанией. Вот, я хочу в Riot Games и, типа, забиваю весь портфель разработками персонажей по пайплайну Riot, типа, в надежде, что меня увидят и захайрят. Это тоже вариант. То есть, мне кажется, важно осознавать, для чего вам нужен портфель, какую задачу вы хотите решить портфелем. И, собственно, исходя из задачи, уже формировать его. Потому что тут подходов действительно очень много, потому что задачи могут быть разные. Вот, например, мой appstation, он сейчас тупо просто для напомнить миру о том, что я существую. Поэтому я туда до недавнего времени заливал все, что у меня было. То есть, у меня как бы не было цели, там, куда-то попасть или что-то найти. Я просто заливал контент, который у меня был. Вот, какие-то люди целенаправленно, там, затачивают свой портфель. Кто-то грузит только то, что ему нравится делать. Ну, согласитесь, какой резон загружать персонажей в свой портфель, если мне нравится делать окружение. То есть, ну, увидят персонажей моих, наймут меня за персонажей. Буду я страдать. Ну, как бы и нафига. Поэтому я за осознанность, я за то, чтобы четко понимать, для чего вам этот портфель нужен. И, собственно, вот это четкое понимание, для чего он вам нужен, оно вам поможет лучше сформулировать решение, чем забить портфолио. Вот, но если так абстрагироваться, то качество или количество, тут тоже, ну, на самом деле, тоже задачи зависят. Но кто-то на качество напирает, кто-то на количество. Но если мы говорим про ситуации уже, там, людей со стажем, наверное, то, наверное, больше на качество. В любом случае, количество рано или поздно перейдет в качество, или качество рано или поздно перейдет в количество. Ну, в общем, такой немного философский вопрос. В общем, отвечу так. Поймите, для чего вам нужен портфель, и, исходя из этого, как бы его забивайте. Вот, ну, конечно, всегда приятнее смотреть на красивые, качественные картинки, чем на целый лист каких-то посредственных работ. Поэтому, наверное, лучше в портфель заливать качественные работы, то есть стараться максимально сделать круто. То есть, если цель – найти работу. Я так понимаю, большая часть людей именно портфелем пытается найти работу. Поэтому качество и понимание того, что вы хотите делать, что вы будете делать, что вы можете делать. Вот. Наверное, я так абстрактно ответил опять. Типа, думайте, что хотите. На самом деле, есть тут пару точняющих вопросов. Во-первых, ты сказал про задачу, и нужно определиться, чего хотим – работку или лайкосики на арт-станции. Но разве это не связаны между собой вещи? Они взаимосвязаны, но… Ну, как бы тут сказать. Да, они взаимосвязаны. Типа, крутые работы, привлекут лайки. Но, с другой стороны, я все-таки разделяю эти два понятия, потому что тут присутствует эффект рандома. Понимаете, да? То есть, можно просто загружать все подряд и ждать, пока тебе там напишут с каким-нибудь фрилансом. Можно целенаправленно загружать какие-то определенные работы, и тогда вас быстрее заметят. Поэтому… Фиг вы знает. Смотрите, такая история, что… Вот, например, возьмем такую абстрактную ситуацию. Я не буду конкретно художник называть, но такая ситуация есть. Есть Вася, и у него там дохренища работ в портфолио разных вообще. У него там, не знаю, 20 тысяч лайков, да? Типа, окей. А есть там Петя, и он как бы суперкрутан, там арт-директор в какой-нибудь студии. У него не так много работы, у него всего лишь там 5 тысяч лайков. Как бы, но с точки зрения концептуального дизайна, работы суперсильной, там, x10 раз сильнее, чем у Васи. И понятно, что, как бы, Вася больше мелькает со своими, там, кучей работ на виду, чем там Петя, да? Я уже имена стал, тут не помню. И, как бы, лайки, на самом деле, они ничего не определяют, я к тому, что, типа, это не показатель. Есть там сотни тысяч лайков на Инстаграме у таких аккаунтов. То есть, не хочу никого обидеть, но, блин, мама дорогая, хочется, типа, закрыть и никогда и развидеть. А есть суперкрутые чуваки, про которых никто не знает. Поэтому, лайки, ну, они показывают, да, там, сколько народу Вас видит, Вашу популярность, но не объективную крутость. Я плавно так перешагнул с тематики. Поэтому, ну, смотрите, нарисуйте кучу порно-фурии. И вы определенно соберете лайков в десятки тысяч раз больше, ну, если это еще какой-нибудь тематический сайт, чем, например, просто какие-нибудь сильные дизайнерские работы. То есть, понятно, что там лайков будет больше. Поэтому я все-таки склонен разделять. Я не говорю, что это позиция, типа, вселенская объективная мудрость. Это мой подход, да, это мой взгляд на видение этой проблемы. Кто-то может не согласиться и, как бы, имеет право на это. Я все-таки за разделение задач. Потому что, например, вот я хочу попасть в Blizzard на проект Diablo. Что мне нужно в портфолио, да. В игре Diablo нет там эльфов и орков. То есть, мне бессмысленно наполнять свой портфель эльфами и орками. А я знаю, что эльфы и орки соберут, ну, абстрактно, да, соберут там кучу лайков. И у меня выбор, типа, рисовать орков в мой портфель ради лайков. Или все-таки нарисовать пару демонов, которые не так пользуются популярностью, но которые, типа, нужны на проекте Diablo, к примеру. То есть, вот, пожалуйста, уже элемент выбора. И если там мой портфель будет состоять из каких-нибудь демонов и локаций подземелий, то чем из орков, да, я примерно. То меня, наверное, типа, чуваки, которые ищут там ребят для Близа, скорее на меня больше обратят внимание, чем если бы у меня был такой портфель. То есть, именно поэтому я и разделяю вот это все. То есть, есть хайповые темы, ну, там, фэнтези, оно, блин, не уверен, но мне кажется, фэнтези всегда будет, типа, собирать, всегда будет пользоваться популярностью. В отличие от, там, Стимпанка или, может быть, ну, даже сайфая, мне кажется, я, может, ошибаюсь. То есть, фэнтези всегда тема, она понятная, она доступная, куча-куча арта, и если какая-то классная штука, то, типа, клёво. А если ты сделаешь... Ну, то есть, короче, вот, я, надеюсь, доступно разъяснил свою позицию. Безусловно, они взаимосвязаны, классный стафф. Если работы качественные, они, типа, и принесут много лайков, там, вас посмотрят, и какие-нибудь крутаны, там, напишут вам комментарии. Но, типа, если тематика не подходит, там, под работу, например, под студию, куда вы хотите, то, ну, какой от этого смысл, да? Какой смысл рисовать сайфай-портфель, если, там, цель всей жизни попасть в Близзард на Вов? Или наоборот, там, я хочу на Киберпанк, но, типа, у меня весь портфель состоит из орков и лобинов. Пусть даже они супер-классные, там, Вейн Рейнец плачет и завидует по ночам. Но, как бы, но это не поможет попасть на Киберпанк. То есть, именно поэтому, да, вот я все-таки за понимание четкой задачи. Оно, как бы, и без этого может привести к правильному результату, но, на мой взгляд, понимание четкой задачи, оно просто, как бы, найдет, то есть, поможет найти кратчайший путь к вашей цели. Но, это не означает, что без этого, там, система не работает. Нет, скорее всего, работает. Типа, я вообще склонен считать, что каждый случай вам уникален, у каждого человека свой, типа, уникальный экспириенс. Поэтому, кого-то, там, в Инстаграме заметили за одну картинку. Кто-то, там, годами стучался в студию и, как бы, всех задолбал, что его взяли. Супер много разных случаев, поэтому, ну, поэтому вот так. Не знаю, ответил, не ответил. По поводу, гадами стучался в студию, сразу вспоминается Марка Нелор, который концептит сейчас на Mortal Kombat, на предпоследнем уже, по-моему, там, вышла следующая часть, который, наверное, лет шесть пытался попасть в эту студию. Он каждый год приходил, приносил портфель и говорит, ну, что, возьмете? А ему говорит, не, качайся. Ну, в итоге он, в общем, сейчас, по-моему, он либо сейчас редиректит, либо до этого, вот, предыдущую часть редиректил. Ну, короче, не забывай здесь. Клевая история успеха. Да, мой любимый вопрос по поводу стадиков в портфеле. Что ты об этом думаешь и надо ли, и если не надо, то почему? Я думаю, что стадики это все-таки, блин, я скажу, я стадики не делаю, и у меня их в портфеле нет. На мой взгляд, да, со мной кто-то может не согласиться, и, как бы, окей, я высказываюсь на основе своего личного опыта. Стадики это все-таки некий учебный материал, и если вы не ищете работу, где вы будете делать стадики, то, наверное, в портфеле их запихивать не стоит. То есть, ну, что вы хотите показать стадиками в портфеле? Типа, как вы круто рендерите? Ну, может быть, тогда стоит взять и нарисовать какой-нибудь концепт персонажа и отрендерить его так же? То есть, что еще вы хотите показать стадиками? Как вы круто, типа, делаете светотень? Ну, мне кажется, круче нарисовать какую-нибудь маленькую иллюстрацию небольшую и сделать на ней такую же классную светотень. Вот, то есть, я всегда на стадике в портфеле смотрел, типа, ну, для меня это странно, и в этом плане я согласен с Фенгом Жу, который как раз говорит то, что не пихайте в стадики в свой портфель. То есть, ну, работодателю ваши стадики, они ничего не скажут. Я прекрасно понимаю людей, которые, я надеюсь, что я понимаю людей, которые загружают свои стадики в портфель, и, может быть, у них как бы ничего больше нету, кроме этих стадиков, а как бы сгрузить что-то хочется. Я тогда за то, чтобы все-таки как бы подождать, потратить время, сделать что-то действительно как бы самоценное, какую-то свою работу и ее загрузить. Цель стадиков, поправьте меня, да, если я не прав, все-таки научиться что-то делать. То есть, это не финальный результат, то есть, история стадиков, это не про финальный результат, это история про процесс. Типа, вы поделали стадик, вы получили какой-то навык, вы разбрались в какой-то теме, все, стадик свою цель выполнил. Типа, можно убрать стол, и ничего нового в вашем портфеле он не даст. Ну да, типа, человек круто рисует там с натурой, клево фигачит пейзажи там с фоток. Ну, как бы, окей. А как это мне поможет, как работодателю, как мне этот человек поможет придумать окружение? Или как мне этот человек поможет придумать иллюстрацию? То есть, у меня игра про стрелялки. Типа, какой мне толк от гипсовых фигур и окружения там, или каких-то стадиков? Ну, то есть, попробуйте посмотреть на это со стороны работодателя. Что стадик должен показать работодателю такого особенного? То есть, рендер? Ну, как повторюсь, да, сделайте просто какой-нибудь простого персонажа, Пусть не супер-классного по дизайну, но сделайте ему супер-крутой рендер. И, типа, будет видно, да, чувак не силен в дизайне, но он делает охранительный рендер. Типа, или охранительно светотень строит. Вот. Поэтому, лично моя позиция, я считаю, что стадики это учебный материал, и в портфолио все-таки им делать нечего. Ну, можно их там подгрузить в какой-нибудь Инстаграм или на Твиттер, типа, о, я там зафигачил стадик, зацените. Ну, типа, клево, да, там, словил лайков. Но, если говорить про портфель как, типа, предмет внимания работодателя, то я считаю, там стадиком не место. Вот. Это моя позиция. Можно послушать, кстати, Фэнга Жу тоже на этот счет. У него есть, блин, я не совру, после 70-го эпизода, то ли в 70-х, то ли в 90-х, а, или даже 90-й, по-моему, или 92-й. В общем, погуглите, кому интересно. Он реально рассказывает, типа, рекомендует, как формировать свой портфель, из чего. Очень интересное видео. Ну, у него вообще все интересные видео, потому что я рекомендую послушать. Вот. Мой ответ будет такой. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Давайте немного отодвинемся от темы портфеля, стадиков и всего прочего, наверное, в сторону личных проектов. Он с самого начала стрима тут задает вопросы про секрет продуктивности без регистрации СМС, как ты рисуешь каждый день. Давай, наверное, перейдем к вопросу о твоем проекте. Расскажи немножко про свой проект, но, наверное, начнем с того, что у тебя есть какая-то своя стилизация. И, глядя на твои картинки, можно сразу понять, что это рисовал ты. Вот расскажи, пожалуйста, из чего формируется собственный стиль. И расскажи, пожалуйста, какой набор инструментов нужен, чтобы стать узнаваемым. Окей. Хорошо. Я уже часть вопросов забыл. Стилизация. Смотрите. Я недавно смотрел интервью с Брюсом Ли. И мне очень понравилась фраза, когда он начал, когда его начали спрашивать про стиль, он начал говорить, рассказывать мысль о том, что для него стиль это рамки. Если человек работает в рамках какого-то стиля, то он не развивается. Я подумал и попробовал перенести эту мысль на рисование. И я нашел много параллелей. Что такое стиль? Для меня стиль это не что иное, как набор определенных инструментов. Это либо какие-то кисточки, если мы говорим про инструменты в буквальном понимании, либо это набор каких-то решений, которые вы используете. Например, какие-то особенности анатомические. У меня, например, я тяготею к маленьким головам. И героическим, высоким, худым телам. Типа условно. Есть какой-то набор решений. Они формируют ваш стиль. Вы рисуете какие-то вещи очень долго. И люди начинают узнавать. Потому что одежду вы рисуете таким образом. Складки вы рисуете таким образом. Позы вы строите таким образом. Это все и формирует стиль. И я подумал, я сейчас как бы, наверное, пока живу с этой мыслью, что для меня стиль это такой типа, не хочется каких-то страшных слов использовать, но это такой некий застой, наверное. То есть, типа, я наработал какие-то решения. Я научился там фигачить лайн. Я научился там рисовать вот это, какие-то конкретные штуки. И я их все рисую, рисую, рисую. И если мы говорим про саморазвитие, это очень важно, да. Если мы говорим про саморазвитие, то мне кажется, работать постоянно в одном стиле, ну, типа, признак того, что ты дальше не развиваешься. То есть, я дальше не развиваюсь. Я не ищу новых путей решения проблем. Я просто использую то, что я уже наработал. И поэтому я периодически стараюсь как-то менять свои подходы раз в пару месяцев. Лайн-арт по-другому делать, кисочки разные использовать, новые рефы какие-то смотреть. Но если мы говорим про проект, про работу на каком-то проекте, где определенные стилистические рамки, то там, конечно, да, нужно работать в рамках определенного стиля. И, ну, как я уже сказал, да, стиль формируется из каких-то решений и инструментов. Кто-то работает все время в одном стиле, и, как бы, ему ок. Кто-то... Я, например, из тех людей, которые, наверное, все время будут искать что-то новое и, как бы, пробовать. Хотя это стрёмно, это страшно, это больно. Ну, прикиньте, вы тут научились уже делать там, ну, условно, персонажа. У вас, типа, наработанный опыт, наработанный пайплайн. Вы можете его сделать с закрытыми глазами. Типа, клево, комфортно, мозгу не надо думать, не надо тратить энергию. Бери, делай, короче, плоди контент, как принтер. Но реально в таких ситуациях понимаешь, что, блин, а ведь реально, то есть я как-то, я как бы уже не развиваюсь, я использую просто то, что есть. Вот. В саморазвитии для меня, наверное, типа, работа в своем стиле, это не то, чтобы в негативном окрасе, но это означает, что, ну, блин, я что-то как-то дальше не развиваюсь. Вот. Но если мы говорим мы по проекту, тут совсем другая ситуация. На проектах надо работать в рамках заданного стиля, как бы уметь под него подстроиться и существовать. Вот. Поэтому, ну, и как бы возвращаясь сначала, да, весь стиль, он выстраивается из тех решений, которые вы там наработали. Да. То есть я не считаю наличие стиля чем-то прям супер-мега-особенным. Ну, я пойду поменяю кисточки, начну рисовать лайн-арт там не как Марка Джорджевич, а как Эдуард Гуитон. И типа, и все. И стиль у меня поменялся тут же. Ну, конечно, я не сразу подстроюсь, но типа, и сразу все поменяется. Хотя какие-то вещи останутся. Там моя анатомия, которая нифига неправильная, да, мои там деревянные позы. То есть это все останется со мной, если я не приму какие-то усилия в этой области, чтобы это поменять. Но повторюсь, для многих наличие стиля это круто. Типа, у меня есть свой стиль, я работаю в этом стиле. И в этом нет ничего плохого. Все люди разные, нас много, мы все уникальны, у нас свой уникальный опыт. И на разные вопросы мы смотрим по-разному. Окей. И мы так плавно подбираемся все-таки еще к теме твоего проекта. И я знаю, что все штуки, которые у тебя в институте публикуются, они все так или иначе относятся к твоему проекту. Расскажи, пожалуйста, о том, как, собственно, ты начал его делать, как ты добился такого суперчеткого графика, что ты каждый день прям выдаешь по арту, потому что этот вопрос, он прям волнует с самого начала стрима все. Ну, я должен чуть-чуть оговорить тебя, что не каждый день. Я все-таки сейчас в выходные не делаю ничего, отдыхаю. Но я понял. Наверное, стоит немножко забежать назад и рассказать, как вообще вся эта история началась. Я сидел и понял, что, блин, надо что-то как-то для себя делать. Хочется потренировать скорость, потренировать делать скетчи. Но эти кракозяблики никуда выкладывать не хотелось. С другой стороны, хотелось как-то их систематизировать, чтобы они где-то лежали, чтобы их можно было сравнить или еще что-то. Ну, может быть, людям показать. Пусть кракозяблики. Вот, поэтому я решил постить работы в Инстаграме. Если там пролистнуть вначале, там достаточно много такого прям супер-супер торшака. Вот, я сказал себе, короче, вот у меня есть в день какое-то свободное время, там условно 2-3 часа. И, короче, вот что я за них сделаю, то я и выложу. Вот все. Вот таймер истек, все. Все, типа, закрываю, сохраняю и положил. Типа, сделал фигню, ничего страшного, завтра сделаю лучше. То есть, вот эта мысль, которая реально мне очень сильно помогла. Типа, да, я, типа, сделал хрень, но, блин, я потратил на это всего 2 часа своего времени, и, типа, и завтра я сделаю новую еще лучше. И, типа, и плевать. Вот, и с таким настроем я, как бы, начал каждый день что-то делать, тренироваться сначала. И я начал, как бы, тематики брать. Типа, сегодня у меня там неделя скелетов, сегодня у меня там месяц гоблинов. И на самом деле, неосознанно я выполнял, я решал очень много задач. Во-первых, я смотрел очень много рефов, я, как бы, перенимал решения, я заполнял свою визуальную библиотеку. Второе, я набивал руку. Я набивал руку на скорость. Третье, я вырабатывал свой пайплайн. То есть, примерно через год-полтора, то есть, сначала мои работы были просто драфтовыми на основе силуэта. Затем у меня пошли гоблины, которых я делал лайном, заливал серым. Потом я решил их чуть-чуть красить. Потом пошли цветные работы. То есть, спустя где-то год-полтора, я пришел к четкому пониманию, что у меня, как бы, выработался супер-мега четкий пайплайн, который позволяет мне максимально быстро и эффективно решать задачи. Типа, я делаю лайн-арт, я накладываю тени, свет через слои, я делаю цвета заливкой. Типа, все, на каждом этапе решается своя задача. Вот. И я достаточно продолжительное время делал работы, работы на рандомные темы. Типа, о, сделаю сегодня электрического мужика. О, сделаю сегодня болотного гоблина. Типа, увидел картинку в интернете, о, классный толстяк. Типа, захотелось какого-нибудь пузатого рыцаря нарисовать. Типа, крутяк. Вот. И потом со временем мне мои друзья начали говорить, типа, слушай, ну, надо, короче, свой проект. Свой проект – это круто. Типа, я такой, да, свой проект – это круто. И продолжаю фигачить рандомные фишки. То есть я три раза садился, вот буквально так, сажусь за компьютер, придумываю свой проект, придумываю свой проект, что я хочу нарисовать. И начал как-то прописывать что-то там, да. Но в итоге все равно нифига ничего не получалось, потому что либо не перло через некоторое время, надоедало, либо я вообще про это забывал. И несмотря на то, что мне все это говорили, 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 а потом в какой-то момент я такой, блин, надо сделать свой проект. Типа, и знаете, в голове выстрелась какая-то картинка. Я такой, блин, это то, что я хочу сделать. Вот, реально, это клево. И потихоньку начало развивать. То есть я немного так по-философски к этому подхожу. И мне кажется, все-таки надо как-то творчески дозреть до своего проекта. То есть там могут со стороны говорить, типа, давай делай свой проект, это круто. Но если ты внутренне не готов, все будет тебе мешать. Но когда ты внутренне, когда твое подсознание, твои скиллы, все подготовилось, ты сам поймешь, что все, да, типа, фигачу проект, и оно все легко пойдет. Поэтому у меня такая немного околофилософская позиция. Мне кажется, если не прет, если не получается, получается, там, лениво, или не понимаете, как к этому дойти, ну, типа, окей, оставьте, возможно, пока не время, да, просто делайте то, что нравится. И как бы со временем оно придет, вы накопите какой-то опыт, и действительно поймете, как это все можно обернуть в свой проект. Вот. И, на мой взгляд, очень важный поинт, ваш проект должен базироваться на тех вещах, которые вас прут. То есть, смотрите, мы, как бы, в течение всей нашей жизни, мы впитываем информацию. И, скорее всего, в жизни у каждого были какие-то вещи, фильмы, игры, книги, которые очень сильно на нас влияли. Типа, кто-то... Вот я, например, да, я просто анализировал свой жизненный опыт и понял, что всю жизнь мне нравились фильмы про роботов, про каких-то инопланетян, про какие-то неведомые фантастические миры, какие-то дарк-фэнтези штуки, темные вселенные, нежить, скелеты. Я в Героев 3 всегда только за некромантов играл. То есть, я понял, и когда я осознал это, у меня сформировался некий пул тематик, который реально... Которые мне перли всю жизнь. Роботы, какая-то темная безысходность, типа, какая-то фантастика. И я такой... И абсолютно понимаю, что мне бессмысленно делать проект про каких-нибудь няшных эльфов, типа, чибиков или прочее. Блин, меня всю жизнь перли, типа, роботы и чужие. И мой проект должен тоже, как бы, состоять из этих составляющих. Какой-то темный мир с какими-то фантастическими хренями. То есть, в противном случае, мне это не будет переть. И мне это разонравится где-нибудь через неделю. В лучшем случае, через месяц. Поэтому очень важно понять, под каким влиянием были сформированы ваши вкусы, ваши предпочтения. И, скорее всего, все эти вкусы и предпочтения зарождаются у нас в достаточно юном возрасте. Типа, кто-то перся от Дюрера в детстве. И сейчас все вылилось то, что, типа, чувака прет просто от лайна и штриховки, типа, черным, черными линиями. Кто-то перся там от Шишкина. И, как бы, сейчас фигачит классный инваримент. Ну, я так условно. То есть, понимание себя... Короче, такая схема. Классный проект получается... То есть, он суперклассный получается тогда, когда вас прет. Вас прет тогда, когда проект основан на тематике, которая вас реально вдохновляет, которая вам нравится. Проект, появляющийся в такой тематике, он появляется только тогда, когда вы реально понимаете то, что на вас влияло очень сильно. То, что вас вдохновляло все это время. Вот. Поэтому, мне кажется, первый шаг на пути к формированию своего проекта это действительно такой небольшой анализ своего жизненного экспириенса и попытка понять, а что вам реально нравится. То есть, если вам всю жизнь нравилось рисовать зеленых накачанных мужиков с рогами и клыками, с молотами, то бессмысленно делать свой проект про машинки. Ну, типа, это явно не то, что вас прет. И я считаю, что все-таки проект, если это ваш личный проект, если вы хотите себя выражать через этот проект, он должен основываться именно на этих вещах. Безусловно, бывают проекты, типа, мне нужен проект, чтобы хайпануть и словить кучу лайков, а может быть, потом еще и продать его. Типа, я такой думаю, а что сейчас в тренде? Типа, смотрю, не знаю, Overwatch недавно вышел, все прутся от sci-fi. Ну, значит, мне нужно что-то sci-fiное. Вот. То есть, опять же, тут тоже важны цели. Цели проекта, да? То есть, что вы хотите своим проектом? Вы хотите сделать какой-то продукт и потом его как-то продать? Или вы хотите просто, типа, развивать вселенную? Вот я иду по пути, типа, развития вселенной. Мне получилась какая-то вселенная, мне интересно ее развивать. Она мне нравится, типа, я в ней работаю. Вот. Еще один момент очень важный, который помогает в развитии своего проекта, это относиться к проекту как к продукту. То есть, окей, я делаю там кучу персонажей для своей вселенной. Типа, а что я там, какой продукт на основе этого я смогу реализовать? Первое, что приходит там, о, типа, я могу напечатать арт-бук. И, типа, фигануть туда кучу персонажей и написать еще туда лора. И бан, да, я, как бы, делаю арт-бук. Типа, с кучей персонажей. Я понял, что если делать туда еще энвиру, у меня это займет очень много времени. Я себе поставил такие достаточно, ну, как бы, реальные сроки, там, полгода. И, типа, да, у меня будет персонажный арт-бук с кусочками лора. Типа, окей, в следующий раз делаю, там, с инвариументом. Вот. То есть, понимание того, то есть, сместить немножко свой фокус в плане, типа, творчества на продукт, оно тоже помогает, типа, потому что в конечном итоге вы сможете это поддержать физически, там, или как-то оценить, типа, вот, я фигачил свой проект в течение года, и теперь у меня, там, есть в руках арт-бук. Я могу его поддержать. Или это какая-нибудь там коллаборация, там, не знаю, маленький шорт-мультик запилили по вашему проекту. Или как бы игра. И это продукты, это уже продукты. Это не просто проект абстрактный, да, это конкретные продукты по вашему проекту. И это круто, потому что, во-первых, это мотивирует, это помогает, типа, двигаться дальше, потому что вы видите реальный результат своей работы. То есть, не просто, типа, очередную картинку, там, галерея, да, все клево, там, опять, там, очередные лайки, классно. А тут, типа, о-о-о, типа, мой проект тоже, типа, в виде книжки, там, иллюстрации, комикса, там, прототипа какого-то игрового. Это, типа, круто. И я, абсолютно уверен, что такой подход, он, типа, мотивирует позволяет и позволяет к проекту своему, да, относиться серьезнее и помогает, действительно, как бы, не терять ему интерес, там, дисциплину качает. Типа, я задался целью за полугода сделать артбук, типа, я должен сделать. Типа, у меня нет выбора. Вот. Поэтому, мне кажется, вот эти две вещи, которые точно помогут, ну, они мне помогли, по крайней мере, да, понятно, что все, что я говорю, оно, как бы, исходит из моего личного опыта, у кого-то опыт другой. Вот. И эти две вещи, то есть, формирование проекта как продукта и понимание того, что меня, как бы, на самом деле цепляет, прет, вдохновляет, оно мне помогло скорректировать мой проект и как-то, как бы, типа, затюнить его, потвикать. Конечно, как бы, я не сам до этого допер, мне мои друзья помогли, большое спасибо. Вот. И, как бы, результат вот этих взаимодействий я вот сейчас вам тут немножко пересказал, да. Вот. Поэтому, клево, да, клево. Придумали свой проект, отлично. Запилите по нему артбук, там, типа, дорого вкладываться в печать, запилите, там, PDF-версию, там, не знаю, запилите Patreon, типа, запасите какую-то активность. Она, она помогает, она мотивирует, она поддерживает, вот этот мотивационный огонь. потому что, рано или поздно, мотивация спадет. И, вот, в моем случае, типа, у меня очень много держится на, типа, на дисциплине. То есть, я вообще сам по себе достаточно дисциплинированный человек, и мне не составляет сильного труда как-то сам организоваться. Я действительно тоже, там, иногда ленюсь как-то, но, вот, у меня очень много держится на дисциплине. И вот то, что я каждый день фигачу, тут большая доля дисциплины. Да, типа, я сажусь, мне надо. Есть такое слово надо. Типа, не хочется, плевать, надо, я должен. И вот с этими мыслями я сажусь и делаю. Порой, действительно, типа, прям не хочется, и мозги не работают, и концепты получаются такими себе, и как бы это видишь. Иногда прям горишь, такой, в метро придумал целую линейку, там, электрических монахов, типа, охренеть, настолько замотивировался, что, там, до дома идешь, и, типа, представляешь, как они ходят, как они, там, поют свои мантры, идешь, как придурок, на тебя люди со стороны смотрят, а ты, типа, весь там уже. И это круто, это реально, прямо, вот, горишь. но, к сожалению, таких вот мотивационных ситуаций, их немного, и я все-таки полагаюсь на дисциплину, то есть, типа, я говорю себе, я должен, мне надо. И со временем, как бы, уже выработалась такая, небольшая, небольшой такой подход, то есть, я везде всегда с собой ношу скетчбучек, и, типа, авторучку, и делаю какие-то зарисовки. И у меня сейчас, там, условно, в скетчбуке зарисовок, там, на 20 концептов вперед. Но, понятно, что, как бы, я их все не делаю, выбираю те, которые мне нужны. И, как бы, там, сажусь вечером, делаю набросок, там, на следующий день сажусь, типа, его зафиналиваю. Я раньше все делал за один проход, типа, там, от наброска до финала. Но, как бы, тут есть свои плюсы, свои минусы. Я сейчас ушел немножко по-другому попробовать. Вот. Плюс, когда у вас есть свой проект, вам, как бы, легче. Типа, расписали, там, на несколько недель вперед, там, вот, у меня есть фракция, там, не знаю, горных гномов, которые, там, противостоят фракции, там, супер банально, да, лесным эльфам. И вот, типа, мне там нужен, со стороны гномов, мне нужен там танк, мне нужен стрелок, мне нужен там предводитель, мне нужен маг. Со стороны эльфов, мне тоже нужен там танк, стрелок, предводитель и маг. И вот у меня уже 8 персонажей И все, садитесь, скетчите И не надо ничего выдумывать Мне нужны эльфы, мне нужны гнобы Я знаю, где живут мои гномы Я знаю, где живут мои эльфы Я представляю примерно технологии гномов Я представляю примерно В каком окружении находятся эльфы И уже Да, постановка задачи Наверное, вы об этом подумали Она уже есть Ваш проект является отчасти Вашим ТЗ Вот И у меня как-то это родилось Собственно, я чокнул И понял, что могу сформировать Свои концепты в проект И потихоньку начал Писать лор Я его переписывал Очень много итераций Он развивался Если все начиналось С простого Условно Около реализма То сейчас все ушло В супер Мега Такую фантастику С магией Мне окей Мне нравится Потому что Я делаю реализм И такой Блин, мне так нравятся роботы Я прям Прусь от них И такой Бам Я сделаю вторую фракцию Роботов А почему нет Мой проект Хочу, делаю Не нравится Не смотрите Но я Прусь от роботов Я не могу без роботов И запилился Вторую фракцию роботов Я делаю Своих Подводных Чуваков И такой Блин Мне нравится Хочу, чтобы они были Больше магии Я хочу Биотехнологии Типа Такой Почему нет А пусть подводные чуваки Будут там не В механические технологии А в биотехнологии уходить Живые корабли будут плавать Типа Why not Типа Окей Типа Бам Сделал Продумал Ну правда сейчас не до конца продумал Но Типа Да Теперь у меня вот так Если как бы Вначале это были Типа чуваки на подводных лодках Воюющие против Колониальной империи То сейчас это Две Огроменные Страны С С С Абсолютно разными Взглядами На одну проблему Да И Как бы Круто Меня прет Меня прет Та сторона Меня прет Другая сторона У меня нет Любимчиков Мне то и то Одинаково нравится И как бы Я Мне Мне нравится То что я делаю Я ловлю дзен И типа Клево Типа И Клево то что Аудитория Которая формируется Во крутого проекта Это Люди Которым нравится То что Мне нравится То есть Я как бы Не подстраиваюсь Под аудиторию Типа Аудитории Нравятся Там Чиби котята Будут делать Чиби котят Чиби ежиков Соников Не тех Из трейлеров Классических Ну в общем Не суть Да Там ежики Свинушки Я не подстраиваюсь Под аудиторию Эта аудитория Формируется Вокруг меня Которой нравится То что я делаю Да То что меня прет И типа И ее прет И меня прет И продукт Получается на выходе Прикольный Вот И В общем Вот так Как-то Получается Да Я даже не знаю Что еще сказать Ты такой Ежик Соник Это Острие Ножа Такое Блин Да Я сразу скажу Что Мне в принципе Ок Я Как бы Да Там есть Странные решения Мы привыкли Там Видеть Определенного Соника Тут у нас Он Как бы Другой Я понимаю Почему Люди Решили Сделать Так И как бы Ну Типа Окей Я их не осуждаю Он странноватый Но Типа Я Я могу с таким жить Но они вроде как Решили его переделать И в принципе Мне очень интересно Попробовать Посмотреть Что Что там у них получится В следующей итерации Но Блин Да Расскажи С позиции Ну Профессионала Который занимается Непосредственно Концептом персонажей Расскажи Почему тебе Ок И ты говоришь Что ты понимаешь Почему они так сделали Вот поясни Почему этот Соник Неплохой Нет Смотрите Я не говорю Что он неплохой Он неплохой Для меня Но кому-то Вообще не нравится И это Ок Типа Мы люди Ну как бы Люди Разные У нас Разные Опыты Если кому-то Нравится Типа Кушать Торты Килограмм Это не значит Что должно Нравиться Всем Мне Мне Соник Ок Я не Супер В восторге От него Мне Мне В целом Понравилось Как они Попытались Сделать Этого Ёжика Чуть Более Реалистичным Типа Они Придали Ну То есть В игре Помните Бегали Такие ножки Палочки Тут Они Попробовали Придать Ему Какой-то Анатомии Какие-то Мышцы Ему Нарастить То есть Ок У него Какая-то Там Попа Мелькает Типа Почему Нет В игре Это реально Был шарик На ножках И То есть Попробовать Представить Реально Вот этого Шарика На ножках Среди Этих Людей И На мой Взгляд Это Посмотрелось Как Дешевое 3D Среди Актеров То есть Я могу Ошибаться Может Это круто Будет Смотреться Вот И поэтому Я понимаю Почему Они пошли На такие Изменения Мне Например Не очень Понравилось Что Они И глаза Сделали С этими Такими Маленькими То есть Все-таки У классического Соника Очень Большие Глаза Это Как бы Его Типа Композиционное Пятно Здоровенные Белые Глаза С черными Зрачками А тут Они Это Супер Нивелировали И Вот Это Я с этим Не согласен Я Попробовал Бы Оставить Мне Также Например Не очень Понравилось Как они Обыграли Иголки То есть Такие Буквально Локоны То есть Я Сидел Думал Такой Блин Я бы Все-таки Попробовал Иголки Как-то Обыграть Вот То есть 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 Какие-то Решения Которые Мне Не Очень Но Мне Понравилось Как на Ножках Сидят Кроссовки Найк То есть Есть Какие-то Интересные Решения Есть Какие-то То Что Мне Не Понравилось Тоже Но Повторюсь Да Я понимаю Они Пытались Сделать Ежа Чуть Более Реалистичным Чтобы Он Вписывался В мир Людей Типа Хорошее Или Это Решение Типа Хороший Путь И Есть Другое Хорошее Решение Я Не Знаю Возможно Есть Я Не Видел Концептов Я Не Знаю Какие Решения Принимал Аф Директор Может Бит Там Он Встал И Хочу Такого Не Хочу Ничего Никого Не Слушал И Сделал Такого Самодур А Может Наоборот Они Мучились Мучились Кучей Террас Прошли К этому Хрен Знает Извините Меня Замок Французский Как бы Поэтому Да Есть Плюсы Есть Минус Я Понимаю Что Они Пытались Ореалистичить Сделать Чуть Менее Мультяшным Стилизовать Немножко По-другому Получилось Хорошо Или Нет Но Наверное Скорее Всего Нет Как Отреагировала Аудитория Все Таки Кино Это Продукт Который Призван Удовлетворять Потребности Потребителя То есть Это Не Типа Художник Я Та Вижу Это Все Таки Я Эту Штуку Буду Продавать И Все Таки Тут Очень Важно Чтобы Это Нравилось Зрителю То Как Дизайн Текущий Дизайн Соника Зрителям Не Очень Зашел Я По Комментам Смотрел На ДТФ По Большей Части Видимо Нет Значит Это Плохое Решение Но Я не могу Сказать Что Оно Меня Лично Бесит Нет Меня Лично Оно Не Бесит Но Коммерчески Да Это Видимо Не Самое Удачное Решение И Судя По Тому Что Они Решили Переделать Они Тоже Это Понимают И Решили Попробовать По Другому Ну Типа Круто Молодцы Получили Обратную Связь Начали Ее Отрабатывать Это Очень Здорово Вот А Кому-то Он Понравился То Есть Вкусы Разные Не Вижу Смысл Тут Спорить И Друг 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 Что Доказывать Кому-то Нравится Есть Фрукты Кому-то Нравится Есть Мясо Мы Не Будем Друг Друг Глотки Грызти Из-за Этого Хотя Некоторые Так Делают Но Это Мы Не Туда Идем Вот Пикачу Больше Пикачу Лучше Имплементировали Фильм Возможно Сонику Действительно Создателям Нужно Было Чуть Больше Посмотреть На Опыт Пикачу Но Может Быть У них Опыта Нет Столько Сколько У Создателей Фильма Про Пикачу Кто Знает Мы Многого Не Знаем И Можем Судить Только Исходя Из Той Информации Которая У нас Есть Она Может Быть Ошибочна А Может Быть И Нет Все Субъективно Вот Мне Надеюсь Я Мне Удалось Донести Почему Мне этот Соник Кок И Почему Они Приняли Такие Решения Это Мои Домыслы Почему Они Приняли Такие Решения Я Попытался Поставить Себя На Их Место И Подумать По Каким Причинам Я Б Сделал Такого Соника Ну Наверное Потому Что Я Чуть Больше Имплементировать В этот Реалистичный Мир Может Быть Они По Другим Чем Руководствовались Я Не Знаю Мне С удовольствием Было Интересно Пообщаться С Создателями И Поспрашивать Их Почему Так Но У меня Нет Такой Возможности Вот Я Так Отвечу На На самом деле Это Вопрос Был Просто Для Того Чтобы Рассмотреть Другую Альтернативную Точку Зрения Про Соника Сплошной Негатив Да Я понимаю Почему Люди Мне Нравится И Я Их Понимаю И Да Неудачный Дизайн Типа Публика Права Если Вы Что-то Делаете Для Публики То Ваш Судья Это Публика Типа Я Художник Я Так Вижу Вы Покупаете Вы Ни Хрена Не Понимаете Нет Так Это Не Работает Мне Кажется Это Только В Кино Извините Меня Если Я Кого-то Садел Не Хотел Вот И Также Концепт Дизайн Понимаете Мы Не Создаем Концепт Дизайнер Не Создает Продукт Для Себя Это Продукт Для Потребителя В Эту Игру Будут Играть Миллионы Людей Если Вы Создадите Какую-то Непонятную Фигню Которую Люди Не Поймут Они Не Будут В Это Играть Они Не Будут Бегать За Этого Персонажа Им Это Не Понравится Какой Бо Крутой На Ваш Взгляд Ваш Дизайн Не Был Если Он Не Продается Значит Он Не Работает Значит Он Не Будет Приносить Кучу Денег Создателям Он Плохой В Данном Контексте Вот Это Все Возвращаясь К тому Что Дизайн Это Решение Задачи Типа Сделать Что-то Продать Или Сделать Как Я Хочу Но Например Я Пилю Свой Артбук С Своими Персонажами Я Прекрасно Отдаю Отчет Что Может Не Понравится Никому И Ни Один Не Захочет Смотреть Ок Но В первую Чуть Я Это Делаю Для Себя Я Хочу Я Хочу Подержать Эту Книгу В руках Подарить Кому Из Своих Близких Типа Это Моя Цель Если Она Еще Кому Понравится Круто Будет Вообще Клево Можно Дальше Это Будет Развивать Если Не Понравится Ну Хорошо У 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 Концепт Дизайн Это Диалог Дизайн Это Язык Посредством Которого Вы Общаетесь С Конечным Потребителем Не Люблю Вот Это Слово Потребитель Оно Какой Негативный Оттенок В Моих У Меня В Мыслях Типа Имеет Поэтому То Будет Игрок Пусть Игрок Типа Игрок Это Типа Это Конец Типа Это Другая Сторона Он Будет Играть В Вашу Игру Типа Он Будет Ее Покупать Он Будет Вкладывать В нее Деньги От Него Зависит Станет Ли Она Культовая Или Ее Забросят Через Месяц И А Это Все Зависит От Того Как Вы Сделаете Для Игрока Не Для Игрока Учтете Вы Его Вкус Не Учтете Учтете Его Потребности Или На Них Наплюете То Это Как Бы Игра В Обои Ворота То Поэтому В Рамках Вот Это Взаимодействие Дизайн Это Язык Посредством Которого Вы Доносите До Игрока Какие-то Свои Идеи Объясняете Ему Что-то То Что Он Может То Что Он Хочет Увидеть То Что Он Ожидает От Вас Я Закончил Окей Давай Немножко Вернемся Чуть Назад К Вопрос О Позитивности О Другой Стороне Медали Поговорим Продуктивность Это Конечно Круто И держать Постоянно Планку Качества И планку Работоспособности Это Очень Круто Но Вопрос Который На Который Многие Художники Забивают Как Ты Отдыхаешь И Как Вообще Выстроить Отдых Относительно Работа Блин Ребята Это Очень Хороший Вопрос Потому Что До Недавнего Времени Мой График Выглядел Примерно Так Я Встаю В 9 Утра Я Быстренько Бегу В зал Я Прибегаю В 10 Я Выхожу На Работу В 11 Вечера Я Прихожу Домой Ложусь Спать Все Вот так Выглядел Мой График И Единственное Я не могу Даже Сказать Что Выходные Были Моим Днем У меня По Субботам Была Группа Ребят С дизайна По Воскресеньям Я уже Учусь Я как Студент Как Б Поэтому Я Не самый Лучший Пример Человек Который Отдыхает Да И Как Б Нет Я Не умею Отдыхать В отпуске Я был Последний раз В прошлом Сентябре На троян Коня Ездил Это был Мой Отпуск Поэтому Я Мне кажется Я не умею Отдыхать Поэтому Когда Я встречаю Моих знакомых Они всегда спрашивают Блин Че ты Какой-то Загруженный Я такой Да ладно Все нормально Я типа Нормально В общем Но Отдыхать Полезно Я могу Сказать Немножко Про другое То есть Клево Переключать Мозги Ну Ладно Давайте сейчас Про переключения Я чуть отложу Все таки Про отдых Мне кажется Как минимум Нужна какая-то Физическая активность Типа Отдых Для разума Типа Подпитка Энергии Для тела Это раз И во вторых Я думаю Что все таки Хороший отдых Это не за компом То есть Хотя Вот я например Могу играть в игрушки Я так отдыхаю В недавнее времени Я так думал Вот сейчас лето Да Можно выйти Там на улице Погулять Тоже по парку Отдохнуть То есть Короче Это все нужно И я Не самый Хороший Пример Типа Чувака Который отдыхает Нет Я Типа Вкалываю Как раб на галерах На самом деле Мне нравится Это мой осознанный выбор Вот Про переключение мозгов Я же английским Еще занимаюсь Хожу И я заметил Одну такую Классную штуку После двух Часов английского Типа Такого Интенсивного Когда ты Типа Переключаешься Обратно В свою реальную жизнь И начинаешь фигачить Концепты Мозги работают По другому Намного лучше Креатив Просто прет И вот Я уже Не раз Это замечаю За собой То есть Тот час на метро Который я езжу После английского К себе домой Он типа Мега продуктивный И у меня в скетчбуке Всегда Типа Стабильно Как минимум Страница Какого-то Классного контента То есть Переключение мозгов Очень круто И То есть Реально С одной деятельности На другую Типа Порисовали Да Там Переключились Позанимались музыкой Не знаю Там Английским Я Я не знаю Какие еще Деятельности Так сильно Переключают мозг Я могу говорить Только за английский Да Потому что То есть Объективно Это вот Я только на нем Переключаюсь Потому что Кроме английского У меня все Там Рисование Рисование Работа Это дизайн Вот Но Типа Мне кажется Это очень Клевая Почва Для размышлений И Можно Поэкспериментировать Там Я например Сейчас Думаю Попробовать Может быть Какой-нибудь Музыкальный инструмент Лайтовый Купить И Посмотреть Позаниматься музыкой Два часа Потом Вернуться к рисованию Как это Повлияет Потому что Когда Реально Мозги Реально Переключаются Ты не то Чтобы чувствуешь Какой-то Пролив сил А вот именно Типа Мотивация И идеи Прут Просто Прут Ты успевай Только Зарисовывать Вот У меня Так Я не знаю Может быть Это какой-то Уникальный Случай Может быть Может быть Оно Так и Работает Потому что Я раньше Слышал Советы От моего Знакомого Что типа Клево Переключаться И не раз И от других Людей Типа Позанимались Рисованием Переключились На какой-то Другой Вид деятельности Не знаю Попилили Лобзиком Не знаю Стул Смастерили Или там Сходили на танцы Или еще что-то И Да Это реально Работает Это Это очень Классно Попробуйте Типа Может быть И с вами Так же Как бы Такой эффект Будет И Мне кажется Это тоже Момент отдыха Такого Ментального Определенный Отдых Ну и не стоит Забывать Про физический Отдых Ну типа Там Съездить В отпуск Какие-то Физические Упражнения Ну вот Физические Упражнения Я считаю Это прямо Мастхэв Там Выйти Побегать С утра Или в зал Сходить Тяжести Потягать Час Полтора То есть Для человека Который Проводит Много Время За компом Мне кажется Это очень важно Погонять Кислород По организму Встать Я вот Например Очень часто Программка Классная Есть Айлео Она Там Ее Настраиваешь Она там Раз в час Тебе говорит Чувак Сходи Отдохни Чувак Зажмут Глаза Чувак Пора Большой Отдых Сделать 10 минут Перерыва И очень Классно У меня Просто Дома Турник Висит Я в такие Моменты Встаю Разминаюсь Иду На турник Подтянулся Поджался Потому что Реально Чувствую Что Спина Костенеет Кровь Хуже Начинает Доставлять Кислород В мозг Начинаешь Тупить Ни хрена Не понимаешь Поэтому Когда я Такой Сижу Туплю Я понимаю Все Короче Надо Вставать Надо Разминаться Типа Мозг Кислородное Голодание Поэтому В общем По отдых Есть Ментальный Отдых Есть Физический Отдых И Хорошо Отдыхай Физически Не забывать Про мозг И Отдыхай Мозгом Не забывать Про Тело Плюс Читал Одну Книжку И Автор Толкал Такую Идею Что Прокрастинация Она на самом деле Очень важна Потому что Когда мы Ничего не делаем И Мы думаем Что Типа Ну я страдаю Какой-то фигней На самом деле Это не так Наше подсознание Продолжает работать И искать Какое-то решение Проблем Поэтому Если Вот Попробовать Там Попрашивать Да Гениальных людей Но опять же Эта книжка Приводит Такой пример Типа Очень многие Там Занимаются Фигней Прокрастинируют А потом Бац И Типа Решают задачу То есть Я Склонен В это верить Да Я верю В то Что У нас есть Подсознание Которое На самом деле Активно Работает И Очень много Решает за нас Хотя мы считаем Что это мы Так думаем Очень много Про это Можно Из видео Лекции Андрея Курпатова Посмотреть Если Кому интересно То есть Эта тематика Посмотрите Мне Мне в свое время Очень зашло Да То есть Он Правильные Идеи Толкает Я все Я из детства Такой думал Блин Ой Тот самый Типа Курпатов Типа Решаем Проблемы С доктором Курпатовым Из телека А потом Такой Блин Смотрю Чувак Реальная вещь Интересная Говорит Вот И поэтому Да Есть Наше сознание Типа Вот я А есть Подсознание И на самом деле Оно Как бы Недооценивается Поэтому Я еще За собой Реально Замечал Да Когда Вы ложитесь Спать И Ставите Какую-то Задачу Типа Вот я Ложусь Такой Блин Я не знаю Как сделать Это Мне нужно Решить Вот эту Проблему Чем Конкретнее Типа Вопрос Тем Лучше И У меня Реально Было Пару Раз Когда я С утра Просыпался С готовым Решением А иногда Ну не с утра Там едешь Минут Опа Блин Вот как надо Сделать Точно И ты думаешь Что это Типа Такое Озарение Типа Тебе С неба Снизошло На самом деле Это результат Типа Типа Упорной Работы Подсознания Мы это Не осознаем Но Подсознание Продолжает Работать Вот Поэтому Очень важно Например Тоже Доверять Мозгу Посмотрели Что-то Почитали Типа Не побоялись Забыть Проанализировали Реф Даже если Это В данный момент Не используется Я уже говорил В нужный момент Подсознание Подскажет Эта информация Всплывет Типа Доверяйте Своему Мозгу Все работает Поймите Как вы отдыхаете Поэкспериментируйте Поэкспериментируйте Клей И почему Я редко Беру Отпуски Типа Мне просто Неловко Неудобно Страшно Типа Мне комфортно Проложать Фигачить Но возможно Как бы Это не круто И надо Отдыхать Поэтому Тут же Я опять За эксперименты За самопознание За Типа Повышенный Коэффициент Осознанности Типа Поймите Как вы отдыхаете Поймите Что вас Расслабляет Типа И Используйте Это Круто Так Мы В принципе Движемся К концу Вот К концу И Наверное Последний вопрос Если есть Вопрос Ребята Задавайте В комментариях Я наверное Попрошу тебя Рассказать О том Как Происходит Работа Над одной Конкретной Картинкой То есть Как ты Работаешь От Самого Первой Почеркушки В блокноте До Финальной Картинки И На что Ты Опираешься Как ты Собираешь Рефы Как Какие Задачи Ты себе Ставишь И Какие Точки Фокуса У тебя Есть В процессе Эта Работа Ну На самом деле Все Начинается С Идеи Если Нет Идеи То И Нечего В блокнотике Зарисовывать Поэтому Мне важно Чтобы у меня В голове Сформировалась Какая-то Идея Типа Мне Нужна Мне нужна Там Фракция Пиратов Вот я Сейчас Начал Разрабатывать Типа Я такой У меня Была У меня Есть Основная Фракция У меня Есть Фракция Таких Типа Мусорщиков Черных Торговцев Черный Рынок Туда Сюда Да Я такой Думаю Типа Анархисты Я такой Думаю Мне Нужно Мне Нужно Проработать Фракцию Я Там Такой Думаю Типа Ага Пираты Типа Подводные Пираты Типа Мега Оригинальная Идея Сколько Подводных Пиратов Было Вот И Я Такой Думаю Какие Пираты Мне Нужны Мне Мне Нужен Капитан Мне Нужен Танк наверняка нужны какие-нибудь мирные пираты. Не все же они боевые юниты. Кто-то же должен просто по кораблю ходить, как статист или торговать. Я такой мне нужен капитан пират. И я такой отлично. У меня есть в голове идея. Капитан пират, который допустим злой. Все. Я дальше уже иду в скетчбук и начинаю просто искать какие-то образы. Как он может выглядеть. Может быть какие-то позы, может быть какие-то силуэты. Просто какие-то почерпушки, тамбнелики. Затем, когда я нашел нужный тамбнелик, я понимаю. Вот, да, вот это клево, вот это мне нравится. Типа, я его хочу проработать. Я начинаю собирать какие-то рефы, которые помогут мне его проработать. Одежда, типа, вот у меня, типа, шейп, который вроде как развивающийся плащ. Но я из головы не могу нарисовать развивающийся плащ. Типа, я плохо их рисую из головы, гораздо круче, если у меня будет какой-то референс. Типа, нашел там фотку развивающегося плаща. Типа, плащ у меня из какого материала? Плотного, тонкого, да, ткань, или это как какой-то, какая-то клеенка. Типа, ткань, тонкий материал. Окей, я ищу плащи. Как развиваются плащи из тонкого материала ткани. Типа, нашел реф, отлично, посмотрел, запихнул в рефлист. Все, когда у меня есть рефлист, я его примерно так посмотрел и забыл, да, и отложил. И дальше я уже делаю такой, типа, более проработанный, ну, проработанный скетч по вот этой, по почеркушке. Вот пример вот этого этапа можно, вот мы недавно видос выкладывали, где я делал на основе почеркушки вот этого псионика монаха, типа такой фиолетовый. Вот это был, типа, как раз вот этот этап от почеркушки до скетча. Потом у меня, собственно, есть скетч. Собственно, вот, что в стриме я запустил. У меня был скетч и я дальше его прорабатываю. Я открываю рефлист, я начинаю, типа, делать аккуратный лайн, я потом, сделав лайн, типа, я, как бы, останавливаюсь тогда, когда лайн арт выглядит самодостаточным. То есть, он, когда он выглядит таким образом, что его, вот, вот так можно взять и поместить в галерею, и будет не стыдно. Типа, и тогда я понимаю, что лайн арт закончен. Далее я, типа, заливаю его цветом, ищу какие-то цветовые вариации, и потом сверху полишем, полишинг, типа, какие-то тенюшки, какие-то свет чуть подмазать, блестяшки и прочее, прочее. То есть, у меня такой сейчас пайплайн. Но самое главное это идея. Потому что, когда нет идеи, получается какая-то лажа, и я вообще, на самом деле, не сажусь рисовать, когда нет идеи. Если нет идеи, я сажусь и начинаю думать, что мне нужно, кто мне нужен, как он будет выглядеть примерно, что он будет делать, какие у него будут функции. Воин? Отлично. Против кого он воюет? Типа, против роботов. Отлично. Значит, обычные пули ему не нужны. Скорее всего, у него будет какая-нибудь биопушка. Тут я вспоминаю тиранидов и зергов. Какая-нибудь биопушка, которая должна разъедать металлические части. Типа, ага, отлично. У меня, типа, солдат, который стреляет кислотой. Соответственно, у него должна быть наверняка какая-то защита, которая защищает его от этой кислоты. Типа, ага, клево. У него будет там защитный костюм. Типа, где он будет воевать? В пустыне? В лесу? Нужен ему камуфляж? Или не нужен? Типа, цветовая гамма его обмундирования будет зависеть от той среды, в которой он воюет. Если он будет воевать в пустыне, то, скорее всего, будут присутствовать какие-то пастельные, желтые, коричневые тона. На пятках и на ногах там будет пыль или какая-то грязь. То есть, у него наверняка будет какой-нибудь защитная маска там от ветра и бурь, песчаных, что-то типа того. Типа, окей, да, у меня есть солдат, который стреляет кислотой против роботов, и которые, типа, действуют в пустыне. Собственно, отлично. Это уже накладывает определенные требования к дизайну. Собственно, вот у меня идея. И с этой идеей уже можно приступать. Безусловно, в процессе могут какие-то мысли трансформироваться. О, блин, клево сделать ему. Типа, не такие ботинки, а вот такие. И понимаешь, что это реально было бы круче. И тогда переделываешь. Но обычно я стараюсь на уровне, когда я делаю в скетчбуке, вот эту подчеркушку, уже как бы на ее уровне попробовать подумать, какие решения могут быть. Вот там, если зайти на мой инстаграм и посвайпать картинки, я к каждой картинке прикладываю все этапы. То есть, типа, финал, лайн-арт, скетч и, типа, скетчбуковая подчеркушка. Я в последнее время пытаюсь записывать видосы, но, блин, банально забываю. Типа, нарисовал такой, «Черт, я же видео забыл написать!» Блин! Ну, собственно, я попытаюсь немного реабилитироваться и побольше видеопроцессов поделать. И у меня, конечно, есть шаблон на оформление, уже устоявшись. Мне не нужно думать о том, в какой среде там этот чувак стоит, типа, на каком фоне. У меня уже все готово. Мне, там, типа, эмблемку фракции поменять и, типа, название ему сделать. То есть, вот. И такого процесса я придерживаюсь. И я считаю, что четкий пайплайн, четкий итерационный процесс это, на самом деле, ключ к успеху. Плюс это очень ускоряет. То есть, я... Ну... То есть, я считаю, что я делаю с той скоростью, с которой я делаю, отчасти благодаря тому, что у меня уже четко выработанный пайплайн. То есть, я знаю, что я хочу от картинки на этапе лайн-арта. Я знаю, что я делаю на этапе лайн-арта. Я знаю, что я хочу от картинки, что я делаю на этапе, там, покраски, на этапе скетча. Типа, на этапе покраски я думаю о дизайне, как о наборе цвета. Там, на этапе лайн-арта я думаю о дизайне, как о каких-то конкретных вещах. Какие штаны, какой крой, какой доспех, как он крепится. На этапе скетча Я думаю об общих формах Об направляющих Я не думаю На этапе лайн-арта о направляющих Потому что они должны быть заложены Уже на этапе скетча Хреновые направляющие Окей, я Фигово поработал на этапе скетча Но на этапе лайн-арта Решать направляющие уже поздно Я решаю другие задачи Да, это мой осознанный выбор Я сделал Не самый крутой вариант Но мне скорость позволяет переделать его на следующий день И я спокоен Да, я сделал не самое лучшее Но я сделал Лучшее на тот текущий момент Когда я это делал Потому что знаете Это тоже ловушка Я мог сделать лучше Ой, это фигня Надо было сделать еще лучше Нет, чуваки Мальчишки и девчонки Вы сделали то, что могли на данный момент И не надо себя корить За то, что вы якобы могли сделать лучше Нет, вы сделали то, что сделали И наверняка сделали по определенным причинам Если бы могли лучше, то вы бы так сделали Но вы так не сделали По каким-то причинам И поэтому не надо себя корить за это Я перестал себя корить Да, не самый идеальный концепт Возможно там Цвета не тем Мне не очень нравится Не слишком обыграна тема Ядовитого солдата Ну как бы Окей Типа я сделаю из этого один из вариантов Сделаю потом другой Типа вообще не проблема Изи Ну то есть Относитесь К этому Ко всему проще Не надо себя корить И не надо себя ни с кем сравнивать Да, очень важный момент Который хотел сконять Очень часто Мы себя сравниваем с кем-то И это нас типа дамажит Сравнивайте себя с самим собой Типа откройте картинку годичной давности Откройте картинку, которую сделали вчера Вот их сравните Типа есть результат Круто, вы молодец Если они одинаковые Результаты нет Ну да, значит вы что-то делали не так Вот мне кажется Вот это правильное сравнение А если постоянно сравнить себя с кем-то со стороны То, ну блин, всегда найдется круче Кто-то, кто круче нас Всегда И у людей разный экспириенс Разные вводные данные Кто-то там всю жизнь рисовал Типа И какой смысл за ним гнаться Типа У вас Типа все люди уникальны по-своему У вас свой персональный опыт Типа Используйте его Радуйтесь, да Что у вас Ваш личный опыт И ни у кого такого другого больше нет И просто как бы делайте то, что вам нравится И Типа Не нужно себя там корить и убивать Типа Ой, я такой хреновый Я там сделал фигню Я как бы Что сделал, то сделал В следующий раз будет лучше И То, что я говорю студентам всегда Не бояться совершать ошибки Потому что ошибки Это признак роста Как бы Кто ошибается Тот Типа Растет А не ошибается тот Кто ничего не делает Поэтому я, например В какой-то момент Это очень в корне поменяло Все мое отношение к творчеству Типа Ошибки это круто Я вижу свои ошибки Класс Значит я Типа Вырос и понял Что Вот это ошибка Ее Как Как ее можно исправить Типа Если бы не было ошибок То значит Тут Короче фигня Либо я вообще не развиваюсь Либо я настолько Немощен Что вообще не вижу ничего Не вижу своих ошибок И Это Как бы Тоже плохая ситуация А если я их вижу Блин Ну круто Значит Типа Мне есть куда дальше расти Значит Моя голова соображает И Типа В следующий раз Я их поправлю Поэтому Я Последние несколько лет Живу Типа Смыслью Мои ошибки Мои лучшие друзья Да Я делаю ошибки Все делают ошибки Это нормально И На самом деле Крутаны О видите Видос закончился Это как раз Те люди Которые совершили Больше всего Ошибок Просто Порой мы это не видим И Типа Для нас это кажется Что Типа О Крутан Типа Очередной Выскочил Из стратосферы Да Типа Внезапно Ну блин Оказывается Если копнуть Биографию Там окажется Что 20 лет Там сидел Где-нибудь И фигачил 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 Скорее всего Такая история Более правдивая Чем про какого-то Гения Который внезапно И как бы Из ниоткуда возник То что мы Про него не слышали Как бы Это не значит Что он Возник из ниоткуда Вот Я так Немного В конце Затронул Философскую Тему Типа Надеюсь На вопрос Я тоже Ответил Да На самом деле Очень классные Ответы Там ребята В комментариях Пишут Что аж Проследилось Ну я Рад Если это кому-то Поможет Да Я думаю Что в принципе На этой прекрасной Ноте Можно и заканчивать К тому же У нас и видос Там закончился Да Так Ну во-первых Спасибо тебе огромное Что ты так Классно Вообще Пришел Рассказал Очень клевый стрим Спасибо вам Что пригласили Спасибо зрителям Что пришли Посмотреть Без вас Бы этого Всего Не было Я вам Очень благодарен Зрителям Тоже огромное Спасибо Очень так Хорошо И Классная Живая публика Вот Спасибо всем Большое Я напоминаю Что вы Были на канале Смирнов Скул Вы можете Поставить Видосику Лайк Если оно Понравилось Можете Подписаться На канал Подписаться На стримы Потому что Они у нас Два раза в неделю Вот Также напоминаю Что у нас Школа рисования Цифрового И у нас Очень много Наборов Идет сейчас На курсы Про которые Саша упоминал Скользь В том числе И которые Саша ведет Да В общем Если вы хотите На персонажку Рисовать так же Круто Как Саша Вернее Понимать Так же Круто Как Саша Рисовать Вы будете По-другому Приходите С радостью Вас Будем обучать Как я Рисовать Не обещаю Но Позги Поставить Постараться Поставить В нужное русло Это я Могу обещать Да Круто В общем Забегайте По ссылочкам Еще обязательно Подпишитесь На Сашу У него Контент Там Регулярный Вот И спасибо Всем большое На сегодня У нас все Пока-пока Всем спасибо Хороших Оставшихся Выходных Всем пока И хорошей Трудовой недели Да Всем счастливо Спасибо